Здравствуйте у новой темы наших видео по технической механике. Сегодня мы рассмотрим центр тяжести. Когда конструкция имеет равномерную плотность, то ее центр тяжести всегда равен геометрическому центру тяжести. Вы наверное уже тоже слышали об осях центра тяжести. Это оси, проходящие через центр тяжести. Центр тяжести может располагаться как внутри, так и вне конструкции. Например, в открытом профиле он располагается всегда снаружи. Эта тема важна не только во время учебы, но и в дальнейшей профессиональной жизни. Итак, начнем мы с первого шага нашего расчета изгибающих напряжений, действующих на составную балку. Обычно это определение центра тяжести. На бетонную балку опирается плита длиной 4 метра и толщиной 20 сантиметров. Точные размеры сечения железобетонной балки высотой 1 метр затем показаны на чертеже. На оси Y соответствует центр тяжести статическому моменту в направлении Z, деленному на общую площадь сечения компонента. Статический момент показывает распределение частичных поверхностей по отношению к заданной оси. С, Z, это сумма произведений частичных площадей, А, И, с соответствующими расстояниями от заданной системы координат Y и, и частичным центром тяжести поверхности. Z, S наоборот равно статическому моменту в направлении Y, деленному на сумму всех частичных площадей. Обычно я просто записываю эти формулы, и метод расчета становится понятным. Теперь, чтобы облегчить определение центра тяжести, необходимо сначала задать в конкретной точке систему координат. Как правило, ее размещают на пересечении оси симметрии и оси центра тяжести плиты. Симметрия затем автоматически приводит к тому, что Ys равна нулю. Нам так нужно определить только центр тяжести в направлении оси Z. Давайте тогда начнем с него. Центр тяжести первой поверхности и плиты лежит в выбранной системе координат, поэтому расстояние Z1 равно нулю. Это значение умножается на первую частичную площадь А1, которая равна умножению 200 квадратных миллиметров на 4000. Следующая слагаемая Z2, умноженная на А2, это расстояние от центра тяжести полки, умноженное на площадь полки А2. Потом умножаем центр стенки на площадь стенки, то есть умножаем Z3 на А3. И наконец умножим расстояние до центра тяжести, то есть Z4 на А4. Теперь подставим значение в формулу. У нас так получается формула 0 умножить на 4000, умножить на 200 плюс 150 умножить на поверхность полки плюс расстояние до центра стенки, умноженное на поверхность, отмеченную красным цветом плюс Z4, которое равно 1060 миллиметров, умноженное на поверхность нижней полки А4. Ныне разделим все на сумму всех частичных площадей. Их можно легко найти в числителе или на рисунке. В результате затем получается, что ZS равна 112 миллиметра или 0,112 метра. Это расстояние описывает положение центра тяжести по отношению к нашей заданной системе координат. В следующем обучающем уроке затем будет данный пример рассчитан как в программе RFM, так и в программе ShapeFin. Программа ShapeFin служит для определения характеристик открытых и закрытых тонкостенных или холодногнутых профилей. Она далее способна выполнить также расчет напряжений и пластический расчет. Постепенно затем рассмотрим и другие темы, такие как статические моменты, моменты сечения, напряжение и так далее.